Подготовка стен для декоративных штукатурок. Всем привет, меня зовут Алексей Журавков и я занимаюсь нанесением декоративных покрытий для стен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о том, как из недорогих материалов можно сделать ремонты, которые выглядят дорого. Меня часто спрашивают на консультациях, как правильно подготовить стены под декоративные штукатурки. И я решил вам отснять целое видео, чтобы разобрать каждый отдельный случай. Начнем с того, если у вас на объекте кирпичные стены и вы переделываете ремонт. Первым, что необходимо сделать, это демонтаж. Вы снимаете старые обои, либо смываете старую побелку. Это делается обычной макловицей, мочите, размываете, размачиваете и потом шпателем снимаете старый материал. Если на стенах краска, то вы делаете насечку топором и сбиваете ее. Если у вас стены кривые, то самые большие неровности вы тоже сбиваете топором. Если на стене бугор или кривой угол заваленный или выпуклый, то все это топорик делает свое дело. После того, как вы закончили демонтажные работы, вам необходимо четко продумать, как у вас будет располагаться электрика. То есть это розетки и выключатели. Вы штробите стены, прокладываете кабеля и после этого всего делаете генеральную уборку и грунтуете стены грунтовкой глубокого проникновения. Можно использовать валик, можно использовать макловицу. Грунтовки не жалеем, обильно равномерным слоем наносим. После грунтовки в идеале на следующий день приступать к следующему этапу работ. То есть вам необходимо те штробы и те ямы, которые были, зашпаклевать стартовой шпаклевкой. Вы зашпаклевываете, также необходимо выровнять углы, а именно вертикальные углы, примыкание стена к стене. Вы можете это сделать при помощи длинного провила, либо длинным шпателем на глаз. Либо можете натянуть нитку и посмотреть, где у вас есть неровности и по ней стянуть. Можно использовать также отбивку, макается в синьку, натягивается от пола до потолка в угол, стреляется и по линии вытягивается угол. Также обращайте внимание на линию примыкания потолка к стене, там где будет клеиться багет, либо просто будет примыкание без багета. Его тоже желательно по всей длине провилом сделать ровную линию, либо отбивкой. Натягиваете нитку, стреляете на потолок и шпателем приблизительно на сантиметров 60-80 оттягиваете. То есть у вас потом поклеится багет и визуально будет ровная линия. Я сейчас как бы рассказываю про ремонт в стиле бюджетно, то есть чтобы сэкономить и не переплачивать на штукатурку. После того, как высохла стартовая шпаклевка, мы берем финишную шпаклевку, берем фасадную сетку и клеим на финишную шпаклевку полностью во всем помещении эту сетку. Она высыхает. На следующий день мы перетягиваем это же помещение еще раз слоем чистовой шпаклевки, либо финишной, то есть по-разному называют. Делаем слой уже потолще, чтобы если что было, что перетирать. Все, оставляем, оно высыхает. Когда высох второй слой шпаклевки, мы еще раз полностью грунтуем все помещение грунтовкой глубокого проникновения. И тогда мы уже можем наносить какую-либо из декоративных штукатурок. Кстати, по поводу декоративных штукатурок, вариантов, которые я рекомендую нанести, можете посмотреть у меня в плейлисте декоративные штукатурки. Ссылку я оставлю вам тут внизу под видео. Подготовка стен из гипсокартона. Для этого вам всего лишь понадобится прошпаклевать штыки между гипсокартоном специальной смесью. Я использую фигенфюлер и проклеить флизелиновую ленту. И рекомендую ни в коем случае не использовать серпянку. Она дает трещины. То есть вы берете гипсокартон, клеите стыки, зашпаклевываете саморезы, грунтуете грунтовкой глубокого проникновения и на следующий день можете наносить декоративную штукатурку. С гипсокартоном все. Самый простой вариант. Подготовка стен в панельных домах. То есть, когда стены у вас из обычных плит. Это тоже не сложный вариант. Вам достаточно снять старые покрытия, которые там есть. То есть, это обои, краска, либо побелка. Краска снимается топориком, взбивается. И после этого проходится либо бетонконтактом, либо кварцевой грунтовкой. Обои смываются макловицей, потом счищаются шпателем. Побелка также смывается макловицей и счищается шпателем. Рекомендую именно смывать побелку, размачивать ее, чтобы когда вы ее демонтировали шпателем, чтобы не дышать просто этой пылью. Потому что это очень вредно. Берегите свое здоровье. После того, когда закончились демонтажные работы, также раскидываем электрику, штробим стены. Потом все грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Зашпаклевываем все штробы и если есть какие-то неровности. Ждем высыхания. После этого финишной шпаклевкой, финишной гипсовой, не акриловой, перешпаклевываем полностью все стены на толщину приблизительно 2-3 миллиметра. И после этого она высыхает. После высыхания при необходимости где-то зашлифовываем, либо снимаем наплывы. И затем проходим валиком, либо макловицей, грунтовкой глубокого проникновения. И можем наносить декоративную штукатурку, любую, которая нам нравится. Но, если вы используете какие-либо декоративные краски уже, то нужен, конечно, совершенно другой подход. Если у вас новострой и стены из газоблока, то есть два варианта. Первый подешевле, второй подороже. Первый вариант, вы штукатурите стены по маякам. И потом делаете такую же процедуру. После штукатурки клеится фасадная сетка. И также финишной шпаклевкой все это выравнивается. Это самый лучший вариант, но он выйдет однозначно дороже. Более дешевый вариант, это когда сразу вы поверх газоблока, только обязательно не забудьте его погрунтовать, сразу клеите фасадную сетку на стартовую шпаклевку. Поклеили, потом еще раз перетягиваете стартовой шпаклевкой. И после этого перетягиваете чистовой шпаклевкой на сдир. Все, и ваша поверхность готова. Но сразу предупреждаю, это вариант более бюджетный. Но также еще не забывайте, что в каждом из случаев, которые я описал, вам необходимо клеить перфорированные уголки на все наружные откосы, чтобы у вас были красивые углы. То есть это вокруг окон и наружные углы где-то по помещению, если такие имеются. Как вы видите, ремонт своими руками это не такой уж и сложный процесс. Тем более, если вы владеете всей информацией и соблюдаете всю поэтапность работ.